АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Диктант состоит из трех частей. Все эти три части уравновешены по сложности, по типам орфограмм. Продумано каждое слово, каждая запятая. Все это делалось с авторствами, с филологами Новосибирского университета. Для того, чтобы максимальное количество сложностей русского языка выявить в этом тексте. И чтобы было интересно бороться с самим собой. Текст тотального диктанта прошел большую обработку у профессиональных филологов. Вот такого, конечно, не происходит с текстами романов, рассказов, повестей. Эта работа очень кропотливая, очень сложная. Я даже не ожидал, что так трудно. Заняла она гораздо больше времени, нежели написание самого текста диктанта. Например, филологи мне говорили, что надо убрать слово «бухать». Вот я это слово отстоял, оставил до предпоследней, так сказать, версии. Ну и на последней версии уже убрал сам по собственному желанию. Потому что я подумал, ну не зря ведь люди так советуют, что мне тут упрямиться-то. Если говорят, что не надо, лучше тогда я не буду делать. И я его убрал. Чузнавская тагилла, солнечный поезд. Тогда в детстве все было по-другому. И дни длиннее, и земля больше, и крепкий привозной. Алексей Викторович, а вот сами писатели, насколько грамотные люди? Не особенно грамотные, прямо скажем. И не только писатели. В первую очередь вопрос безграмотности касается журналистов. Потом отличаются безграмотностью и лид-критики, и даже редакторы. Вообще грамотность – это большая очень проблема. Даже среди тех, кто профессионально занимается языковыми практиками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова